Опасность всегда таится в отчаянии, в том, что что-то у тебя в жизни не получилось, пошло, понесло тебя. Это большая опасность. Будь осторожен. Всегда во всех ситуациях жизни все вопросы решать нужно только в спокойном состоянии. Один мой знакомый, очень жена была верна, хорошо себя вела, и он узнает, что она сделала поступок, который она с ним не согласовала. Ну, неизменно, просто такой поступок, который свой какой-то она сделала. И он звонит ей в другом месте, находится в это время дома, звонит ей и начинает ее ругать. Рядом находится астролог. Он раз, карту составляет, говорит, сейчас очень неблагоприятно с ней ругаться, разрушится брак. И он такой, как бы, поговорил, поругался с ней и чувствует, сильно испортились отношения. Потом, на следующий день, думает, опять надо позвонить, спрашивает астролога, я хочу опять поговорить, поругаться. Ну, запретить ей, как бы, это дело. Астролог, говорит, посмотрел карту, говорит, вот если сегодня поговоришь, тогда точно брак разрушится и уже невосстановим. И он кряхтел, кряхтел, ходил и взял, позвонил и поругался. И брак разрушился и невосстановим. Как говорится, за что боролся, за то и напоролся. И так часто у нас в жизни бывает. Бывают такие ситуации. Одна моя знакомая, врач, ночью спит, мама приходит во сне, говорит, дочка, я умираю, помоги. Она думает, какой-то кошмар приснился, перевернулась на другой бок, немножко она этот образ посмотрела, посмотрела, и все-таки заставила себя заснуть. Потом встала, приходит к маме, мама умерла в соседней комнате. А мама во сне приходила. И она себе простить этого не может. Почему? Потому что, ну, что бы ей взять и не помолиться в это время во сне. Вот кто ей помешал? Она просто не знала, что так можно делать. У нее не было опыта. Если бы она помолилась, она бы узнала мнение Бога. Когда ты молишься, Господь бы сказал, вставай, иди, помоги ей. Последнюю минуту жизни. То есть у нас есть способность влиять на ситуацию. Она находится в контакте с Богом, в памяти о Нем, в спокойном сердце и в чистоте человеческой. У каждого человека есть такая способность. Вы все можете знать, что с вами будет чувствовать ситуацию и побеждать ее. Каждый человек в своей жизни. Нет таких способных и неспособных здесь людей. Есть опытные, есть неопытные. Все. Вера означает как раз это. Способность побеждать судьбу. Нет другой веры. Если, типа, я верю в Бога и убиваю вместе с собой кого-то еще, типа, вот это Бог хочет, это бред полный. Вера в Бога означает способность побеждать судьбу. А также способность любить другие веры. Также, кстати, это тоже вера Бога. Способность договариваться. Даже если у тебя в семье разная вера. Допустим, у тебя одна вера, у близкого человека другая. Все равно можно быть счастливым. Поднимите руку, у кого разные веры в семье. Договариваетесь, нет? Кто не договаривается, поднимите. Все договариваются? Молодцы. Вот эта песня для вас. Надо близкого человека любить ради Бога. А прежде всего, любить надо Бога в жизни. И тогда ты сможешь ему служить, и он будет бесконечно счастлив. Оказывается, есть два способа вообще отношений в жизни. Первый способ – это ждать от близкого человека счастья. Этот способ всегда приводит к поражению и страданиям. Второй способ – ждать от Бога счастья. С ним строить отношения, молиться, верить в него. А близкого человека любить ради него. То есть, ради него означает, что я, допустим, пищу готовлю. Я готовлю для Бога, чтобы накормить мужа. Ну, то есть, я Богу доверяю. А близкому человеку служу. Ради Бога, потому что Бог мне сказал – живи, не бросай, терпи, заботься. Когда человек так настроен, представляете, что происходит? Он получает силы от Бога, отдает близкому человеку. И у него вся жизнь полностью в счастье находится. От близкого человека всегда только благодарность. Иногда он мучает тебя. Ты молишься Богу, прощаешь. Или наказываешь его. Но самая большая опасность заключается в том, что ты не от Бога ждешь, а от близкого человека. Если он что-то сделал не так, ты начинаешь обижаться, злиться, страдать, ругаться. Все виды руганий происходят только от того, что ты ждешь от близкого человека. Запомните, в ту сторону, куда пошло ожидание, туда пошла и судьба. Если ты ждешь от Бога, твоя судьба с Богом связана, и Он тебе всегда будет помогать. Ждешь от близкого человека, значит, твоя судьба связана со страданием. И ты сколько от него ждешь счастья, столько и получишь страдания. Знак «равно». Вот сколько счастья получаешь от близкого человека, столько получишь из страданий. Знак «равно». Некоторые скажут, что Олег Геннадьевич всю жизнь прожил, никаких страданий, только счастье. Я не вижу никакого знака «равно». Не волнуйся, когда он уйдет из жизни, увидишь. Когда люди вместе жили, никаких страданий, полная верность, полная любовь. Близкий человек уходит из жизни, и этот человек не может вынести. Такие страдания начинаются. «Равно» все равно будет. Понимаете? Поэтому лучше верить в Бога и служить близкому человеку. Тогда никаких страданий. Будет полная гарантия, что все будет хорошо. Какие у вас вопросы? Деятельность, жизнь мегаполисная, молодой человек. Ну, вы хорошо, хорошо вы. Да вот девушка. Я прошу прощения. Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот вы говорите о молитве. Вот если мать молится, а дети не молятся, как бы выправляется судьба у детей? Ну, понимаете, вот я, допустим, хороший человек, да? А теща у меня плохая. Ну, допустим, у меня хорошая теща. Я просто, например, плохая она у меня. И молиться за нее очень трудно, потому что полная несправедливость вообще. Полная несправедливость, что как можно молиться за человека, который вообще не хочет жить как надо. У меня теща нормально все, она молится все. Но я просто говорю, или дети, допустим, мои, ну вообще, ну полная несправедливость, как можно? У меня когда дочку понесло в юношеском возрасте, я никогда не делал замечания. Я говорю, дочка, вот так не надо жить лучше, не надо, но ты сама решай, как ты будешь поступать, сама решай. И дальше я молюсь просто за нее, молюсь. Когда я исполнилась ей 19 лет, 18 лет, она, она, кстати, в детстве слушала и мои лекции, и работала над собой все, и потом раз ее понесло в юношеском возрасте. И потом она говорит, папа, а вот ты, там у вас фестиваль «Благость», можно я там поеду, бесплатно поживу, на море покупаюсь? Я говорю, конечно, ты же моя дочка, давай мы тебя организуем. Все, на фестиваль «Благость» приехала, на море пошла купаться, потом смотрит, все там зарядки делают какие-то, что-то занимаются. И она пошла тоже зарядку делать, пошла потом лекции послушать, и все вспомнила, то, что в детстве с ней происходило. Она все начала вспоминать, это вспоминать. И мои молитвы многолетние, они начали работать, то есть ее пробило, она начала заниматься, но я при этом вообще ее не трогаю. Она тайком сначала начала все это делать, потом работать над собой, и все. И потом все больше и больше развивается, начала молитвы читать, и потом раз встретила классного человека в жизни. И мне семья хорошая, и все прочее. Встала на правильный путь. Но если бы я ее мучил, она бы никогда в жизни на этот правильный путь не встала. Она бы так и застряла на своих проблемах. Почему? Потому что никогда человек, когда идет неправильным путем, никогда не нужно чувствовать это как несправедливость. Нужно просто молиться и успокаиваться по поводу него. И стараться им помочь, говорить добрые слова. Иногда можно от него отстраняться, если он обнаглел. Можно строго себя вести, но никогда в сердце не отчаиваться, не вставать в такое состояние, типа, что такое? Почему они, дети, не молятся? То есть, если вы за них молитесь сами, побеждаете судьбу, то их жизнь будет меняться однозначно. Но у них есть свобода выбора. Когда у них жизнь меняться будет? Когда они выберут правильную жизнь? А это тоже зависит от их судьбы. Приходит время обычное, и человек выбирает правильную жизнь. Но ты молишься и ждешь этого времени просто. Говоришь им как правду, а не то, что скрываешь. Но никогда не навязываешься в своем мнении. Потому что навязывание означает протест. Например, мама молится, но нужно конкретизировать имена детей? Или просто, как говорите, молиться? Благодарю. Но вы конкретизируете один раз, скажите, если вы как бы не доверяете, что Бог все знает. Ну хорошо, тогда один раз конкретизируйте, скажите. Вот если как бы у тебя может ошибка какая-то возникнуть там. Вот. Ты просто как бы знаешь, что я молюсь вот за Васю и Петю. Все, ты понял? Все. И один раз повторили как бы, и нормально. Потому что, допустим, если, допустим, вы подходите к папе и говорите, папа, я хочу кушать. Он говорит, все, понял, готовим кушать. Готовит тебе кушать, это время требует какое-то. И ты потом подходишь и говоришь, папа, я кушать хочу. Он говорит, слушай, мы готовим кушать. И потом ты подходишь его, дергаешь и постоянно, папа кушать, папа кушать, папа кушать. Он говорит, слушай, ты задолбал, я сейчас вообще как бы перестану вообще как бы этим заниматься. Почему ты так много раз его просишь? Потому что ты в него не веришь. Один раз сказал, и все. Он и так знает без вас еще, что чего вы хотите. Ну, мужчина вот спереди. Вот-вот-вот. Дальше там мужчина рядом. Ага, это выглядит. Ага, хорошо. Скажите, пожалуйста, как узнать своего духовного учебника? Есть какое-то определенное чувство появляется в твоем уме? Как определить? Ага, да. Есть два варианта. Есть, как вы сказали, чувство, а есть знание. И тут вариант и хороший другой. Один вариант, человек слушает лекции старшего и по лекциям определяет. Вот это мой наставник. Второй вариант, он просто чувствует сердцем чистоту этого человека и верность к нему. Но оба эти чувства развиваются в результате служения старшим. Сначала человек всем старшим служит просто, и потом к какому-то из них открывается вот это чувство, это как знак Бога. И надо знать, что есть три типа отношений со старшим. Первый тип отношений – это уважение. Это вообще надо всех людей стараться уважать, особенно старших всегда. Если ты этот рубеж уважения не прошел, тебе Бог никогда дальше ничего не откроет. Следующий этап отношений со старшим называется почтение. Это значит, что не просто уважаешь, а вообще слушаешь слова этого человека, стараешься выполнять их. Но у тебя есть все равно выбор, делать так или не так. Но ты все равно уважаешь мнение человека, но делаешь по-своему, допустим. Это называется почтение. Третий этап называется предание. Этому этапу большинство людей не готовы, хотя они и хотят, и наставника иметь, но чаще всего предаваться никому не готовы. Потому что предание означает, старший сказал вот так, и тебе придется так делать. И поэтому существуют испытания. Младший испытывает старшего, чтобы понять, что вот именно этот человек не нужен. Но он испытывает его не то, что он ему козни строит, просто он изучает его лекции, жизнь, поступки. Так он испытывает. А старший испытывает младшего заданиями какими-то, то есть он ему дает какое-то служение, задание, смотрит, как тот будет себя вести. Один ученик подходит к ученику и говорит, слушай, вот ты служишь мне, служишь все время, но постоянно со мной не согласен. И он говорит, нет, учитель, я всегда с вами согласен. У нас тоже сегодня такая ситуация. Ну вот мужчина все-таки вам. Здравствуйте, добрый вечер. Услышался это вначале интересная вещь о том, что какое-то сильное желание, может быть, оно разрушает, даже цель может разрушить. Не может быть, а всегда. Ну то есть всегда разрушает. И тоже получается, как бы, ну вот мужчина же, он должен ставить цели, достигать, он результатами живет. И вот, ну, допустим, у меня ситуация такая есть, что у меня, допустим, деятельность, работа, она, ну, мне как бы не очень приятно, да. Я же, ну, понимаю, что у меня есть какое-то одно очень сильное желание ее поменять, но как-то надо же поставить цель, выйти ее деятельность, как бы свою изменить больше, да. То есть ближе к своей природе какую-то выбрать. То есть как вот здесь вот баланс найти о том, чтобы не сильно, так сказать, то есть гореть этим и в то же время, то есть идти к этой цели, чтобы она реализовалась. Желание — это деятельность ума, а цель — это деятельность разума. Это принципиально абсолютно разные вещи. Желание горит в сердце, а цель, она живет в сердце спокойно и холодно. Это как такой внутренний, как бы такой план у человека в жизни. Цель всегда достигается постепенно, а желание разрушает цель. Если человек бежит к цели, как бы, сломя голову, он разрушает возможность ее получить. То есть желание мешает цели. Например, девушка — хочу замуж, хочу замуж, хочу замуж. И она замуж не выйдет, потому что она сгорает от этого желания. То есть она становится некрасивой, даже худеет от этого желания, такая воспаленный взгляд. Если какой-то мужчина встречается, она сразу бежит с ним в постели, ему даже неинтересен такой человек. Он разочаровывается в ней, даже если, может быть, она ему суждена по судьбе. То есть она сама сжигает отношения неправильным поведением. Это называется желание сильное. А цель, если она поставила цель выйти замуж, она, наоборот, подальше от мужчин держится и учится всем служить, заботится обо всех. И постепенно она видит, что на нее обращают внимание сначала, а потом начинают добиваться, она еще думает, стоит ли или не стоит с этим человеком. Это значит, что она хорошо, удачно выйдет замуж. У нее очень сильная психика настроена, она жизнерадостная, красивая, всех любит, но не подпускает все мужчин близко. И видит, если у человека серьезный настрой, серьезный настроен, она начинает с ним как-то чуть-чуть общаться. Часто люди мечту путают и путь. Вот в этой песне поется о пути или цели, но говорится мечта. Это, послушайте песню, это о пути говорится, но поется как мечта, понимаете? Мечта это желание, а путь или цель в жизни человека, это деятельность разума, а не ума. И в путь, ну то есть не в мечту, а в цель на самом деле надо поверить. Как поверить? Поверить как в красоту людей, как в доброту людей. То есть вера означает что-то позитивное, а не негативное. Типа, знаете, сейчас в фильмах показывают, там такой как бы поверил в мечту и такой всех автомат взял и пошел всех косить. Тупо поверил в мечту такой весь, косит всех, там бревнышко взял, там за ногу кого-то схватил, там типа, отпусти меня, я тебе обещал, что отпущу, вот я отпускаю в пропасть его, раз, он летит туда, вот замечательно, поверил в путь. То есть это бред. Ну, настоящая цель человеческой жизни, она позитивна по своей природе и доброжелательна. То есть человек должен поверить в путь, как в доброту людей и красоту людей, а не как в то, что я сейчас всех побежу, смогу как бы уничтожить, и тогда я типа добился своего, вот как это в фильмах сейчас, показывает современных, это полный бред вообще, настраивает людей на какую-то жесть. Вот. Поверь, путь означает, поверь, в доброе, чистое, светлое. И поверь означает не жажда внутренняя, а означает настрой, что все, я все смогу, я клятву, не нарушу своим дыханием землю, обогрею, и только прикажи, и я не струшу товарищ время. То есть время товарищем становится, не врагом, а товарищем становится. Человек, который выбрал путь или цель в жизни. Разобрались? Разделите свое желание в сердце и свою цель. У вас есть цель, я это чувствую. Но она горит внутри желания. То есть желания внутри цели горят. Надо их успокоить. Тогда спокойно, трезво, по-доброму, не сопротивляясь, не убивая никого, начинаем идти к цели. И Бог тогда будет помогать. Сзади в белом женщина. Добрый вечер всем. Я знаю, что дети и соседи даются Богом. И вот сейчас у меня соседка тяжело больна. Тяжело больна болеть от ветер, да? Это болезнь, когда человек не двигается. У него постепенно напряжение все сильнее, сильнее становится. И дальше теряется память. Дальше теряется рассудок и так далее. Да, да. И вот сейчас у меня очень сильно пошли. Ну, прям прогрессируют это болезнь. Ну, вопрос в том, что, когда я молюсь, когда молитву включаю, она забудет ко мне у нас. Господин там был. Садится, слушай, ну, после общения у нее приступы начинаются. Да, потому что... Присоединяется адресия. Да, это есть. Потому что человек, когда наполняется молитвой, вот это очень важно знать. Вот, допустим, мне тоже люди говорят, Олег Геннадьевич, вы говорите, когда я буду молиться, у меня будет легче судьба. Но я, когда молюсь, начинаю духовной практикой заниматься, почему-то судьба становится сразу тяжелее. Я объясняю почему. Потому что у нас есть разные слои внутри судьбы. И когда человек начинает молиться, что происходит? Он сначала выводит наружу, трудность судьбы своей выводит наружу, а потом ее перемалывает. И таким образом он защищается от неожиданностей судьбы. Это и есть удача. То есть молитва что делает? Она вытаскивает наружу трудности и сначала становится труднее. Для чего? Чтобы потом облегчить жизнь. Чтобы, понимаете, как... Сейчас объясню. Трудности жизни, они копятся, копятся вместе вот так тайком. И потом хрящ! Неожиданно. Когда человек начинает молиться, то они начинают выползать наружу и не могут копиться. Он не дает им копиться. И всегда у него появляются какие-то трудности. Он их перелопатывает, перелопатывает, потом раз, и все, и все нормально. Когда, допустим, квартиру мыть начинаешь, вроде было чисто. Как начал мыть, стал грязным. Думаю, что было же чисто. И раз, помыл, и в конце концов, все-таки чисто стало. Точно так же в жизни тоже, в судьбе. Я начал, когда бегать, у меня вообще ничего не болело. Вот вообще ничего не болело, классно все было. Просто я чувствовал, что уже дышу тяжело, там чуть прошел, дышать плохо стал. Я побежал. Через, когда начал бегать 6-7 километров, начался очищаться организм. С этого момента у меня сначала заболело правое колено. Полгода болело, прямо вот после бега болит колено, и все. Но я верил, что это лечение идет. То есть вышло наружу болезнь. Прошло еще какое-то время, прошло колено, заболело оба бедра. Это забедренный сустав, как на кострях хожу такой, ничего себе, вот добегался. И друзья еще говорят, у тебя эти суставы стираются. Вот. Это, я говорю, идите вы со своими теориями. Вот. И просто дальше продолжаю бегать, оба бедра прошли, правое колено заболело. Потом недавно вот заболело плечо левое, уже прошло. Ну то есть все пролечивается, понимаете, весь, даже сердце переболело и прошло. Точно так же и события тоже пролечиваются. Ты начал молитву и пошло все пролечиваться. Трудности вышли наружу, перелопатил их, прошли. И она тоже, она молитву включила, у ней болезнь вышла наружу, у ней раз, хуже ей стало, надо продолжать просто, подольше, значит, молиться, чтобы это все преодолевать. Ну преодолевает, ну прям врачи говорят, что это необратимый процесс. Врачей надо обязательно слушать. Причем во всем. Вот допустим, они говорят, на солнце не гуляй. Значит, на солнце не надо гулять. Они тебе говорят, по земле не ходи. Простынешь. По земле не надо ходить. Понимаете? Вот. Потом они говорят, дыши аккуратнее, воздух когда холодный, дыши аккуратнее, надо дышать аккуратнее. Понимаете? Вот. И, если они тебе говорят, как бы, двигаться поменьше, допустим, суставы больные, то надо поменьше двигаться обязательно. Понимаете? И так постепенно. Они потом тебе скажут, что теперь уже готовься к земле. Надо суд. Поэтому врачей обязательно надо слушать. Не верьте врачам. Я-то не верю. Жизнь, Олег Геннадьевич, верит. Жизнь. Надо просто заставить ее двигаться, и она вылечится от этой болезни. Эта болезнь, это просто скованность тонкого тела. Чем больше сковано тонкое тело, тем больше оно разрушает функции человека. Вот у кого, допустим, и сейчас из вас начала страдать память? Поднимите руку. Скованность, напряжение, напряжение. Еще у кого жар излишний, надо, как бы, охлаждаться. Напряжение пошло. Напряжение, напряжение, жар. Астма тоже самое, это просто, может быть, напряжение, там спазмы, а может быть, жар излишний. Ну, то есть, это просто функционально, тоже жар. Да, жар. Все, я, Олег Геннадьевич, а теперь меня. Вот. Вот. Поймите, что это просто функциональное расстройство. Вы попытайтесь это понять. Вот, допустим, допустим, вы, ну, как бы, у вас машина сломалась, и думаете, ну, все, капец, капец машине. Вот, приезжаете в автосалон, он говорит, да какой капец, там раз, одну детальку заменил, там чуть-чуть, и поехала машина, все классно. Понимаете, вы просто пугаетесь, потому что вы не знаете, как все устроено. А я знаю, я вам говорю, что это функциональные просто проблемы. Допустим, пошло нарушение памяти, у тебя два варианта только, или, статические упражнения, или динамические. Попробуй то и другое, и все начнет восстанавливаться. Вот, сначала нарушение памяти, а потом начинают мысли уже заворачиваться. И потом это называют у вас болезнь Альцгеймера. Готовьтесь, покупайте себе дерево, вот, колотите себе кроватку. Олег Геннадьевич, но почему именно по судьбе? Это по судьбе у меня такая соседка? Потому что она не дам, она всего живет на 4 года. Ну, соседка по судьбе, конечно. Да, чтобы вы развивались, чтобы вы стали лучше, добрее. Она вас развивает, соседка. Один, один человек молится Богу, говорит, Господи, Господи, ну, у нас уже самолет падает, говорит, ну, сделай что-нибудь, чтобы он не пал. И такой голос неба, он говорит, слушай, я вообще-то вас 4 года вместе собирал. тут молиться начал, все планы разрушают. Ну, это только анекдот, на самом деле. Бог так не будет думать. Вот. Вы просто, она развивается, она вылечивается. Если вы заставите ее ходить в течение полутора часов, хотя бы два раза в неделю, она вылечится. полностью. Несмотря на возраст. Записки мне не надо писать, потому что я люблю с людьми общаться, а не с бумагой. Ладно, мои хорошие, у нас уже, как бы, время потихоньку заканчивается, просто у нас по традиции организаторы попросили меня слезно, чтобы в конце сделать такое, небольшие поздравления, праздничные, и там, ну, и так далее, концертик какой-то, такое будет. Те, кто на мои лекции ходят, знают, что там или народные танцы, или какие-нибудь песни, пляски, или, я помню, даже один, в одном, один год меня заставили на этой играть. Блюм, блюм, блюм. Вот. Это классно у него получалось, у этого человека. В общем, это традиция просто здесь, местная традиция. На меня даже один род, местный халат, вот этот вот, одели национальный. Вот. И так далее. Традиции не будем нарушать, да? Поэтому я вам рассказал эту тему, победы на трудности с мудьбой, все лекции на эту тему у меня разные, поэтому вы просто слушайте эти лекции. У меня много таких семинаров, есть целые семинары, победы на трудностями судьбы. И вот так побеждаете. У нас есть клуб Благость. Вот. Здесь, в Уфе, тоже есть клуб Благость, да? Есть? Есть клуб Благость здесь? Есть. Вот. В этом клубе есть даже молитвенные ретриты. То есть мы собираемся все вместе по интернету, то есть со всего мира люди садятся, кто в клубы Благость сходит. И я им даю настрой, как настраиваться. Дальше каждый в своей вере, в своей традиции. Мы начинаем все вместе молиться. И даже некоторые города у меня перед экраном телевизора. Я их вижу. Целый час потом вместе молитва, потом обсуждаем, что получилось. Такая практика даже у нас есть. То есть все доступно. Клуб Благости, чтобы попасть, нужно пройти семь уровней испытаний сначала. Огонь, вода, медные трубы, потом и все разные испытания. Там в горячем масле повариться. Ну как это? Иванушка он прошел, когда все. Ему потом дали секрет открыт. На самом деле можете все приходить в клуб Благость, кто хочет, без всяких проблем. И занимайтесь, развивайтесь. Также вам советую ходить почаще в храм свой, в вашей вере, которая у вас есть. И советую вам не менять ни веру, ни близкого человека, ни страну, ничего не менять в жизни. Просто все оставить, что есть, и углублять. Потому что всегда куда-то тянет в другую сторону, а это всегда не помогает человеку в жизни обычно. А помогает, когда ты углубляешься и развиваешься, а не меняешь ничего. Вот такие уже окончательные советы. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.